Привет, друзья! Меня зовут Женя, и вы на моем канале о вязании Йо Хэппи Тойс. Я рада приветствовать вас здесь. Прошла очередная неделя, и хочу показать вам, что я связала на этой неделе, что я сшила на этой неделе. Оставайтесь со мной, смотрите видео до конца, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Надеюсь, это видео вам понравится и принесет вам какую-либо пользу. Во-первых, в начале этой недели я, как вы знаете, начала вязать куколку новую. Я показывала в прошлом видео, какую пряжу я для нее подобрала. И очень многие в комментарии угадали, ответили правильно, да, это куколка Пеппи Длинный Чулок. И я ее связала, и сейчас вам ее покажу. Посмотрите на нее поближе. Полюбуйтесь, какая она получилась классная, мне она очень понравилась. Я приступила к вязанию этой девчонки Пеппи. Посмотрите, какое личико у нее получилось. Вышелы здесь глазки, брови вышел, носик вышел. И сейчас буду уже приступать к вязанию прически. Пока мне мастер-классу очень нравится. Довольно все просто, все понятно. Буду показывать вам, что у меня получается в итоге. Хочу показать вам покупочки с Wildberries. Сейчас приехала и покажу, что я купила. Во-первых, вот такой вот ножичек. С чехлом, что мне понравилось. Довольно острое. Попробую, расскажу. Если интересует что-то, спрашивайте, я ссылочку вам оставлю. Все это я покупала на Wildberries. И, в принципе, ссылки у меня там в покупках все сохранилось. Также я купила вот такой вот набор ленточек атласных. Мне понравилось, что здесь разные цвета. И желтый, и синий, и фиолетовый, и розовый, и зеленый есть. Здорово. Так как я вяжу своих единорожек в разных нарядах, мне кажется, вот к платьишкам такие ленточки подойдут. И коробочки тоже запаковывать буду их использовать. И еще я заказала вот такие вот, я не знаю, как их назвать правильно. Это шпульки, возможно. Шпульки, наверное, это называется. Тут не написано ничего. Не написано ничего. Ну, в общем, это такие шпульки, на которые я наматываю пряжу, чтобы сохранять для себя цвет. Сохраняю таким образом палитру. Но единственное, я заказывала чисто белые, так как у меня чисто белые, они закончились. А здесь вот такие прозрачные пришли. Здесь, по-моему, 50 штук было заявлено. Не знаю, не считала. И зашла в аптеку и купила вот такой лейкопластырь. При помощи него я буду изолировать повлаку, каркас для моей будущей куколки. Вот такой вот он. Довольно такой прочный. Мне кажется, это будет гораздо эффективнее, нежели строительным скотчем. Просто строительный скотч это все-таки бумага, а здесь такой плотный. Лучше будет это все склеивать, сдерживать проволочку. Буду пробовать. Спасибо за советы. Очень мне они пригодились. Такое линчика получилось. Сюда я, скорее всего, привяжу или цветные резиночки, или какие-нибудь ленточки в цвет, платья или колготок. Посмотрим. Вот такая вот получилась. Здесь еще нужно нурюмянить щечки и по мастер-классу краской нарисовать веснушки. Но насчет краски я сомневаюсь. У меня, во-первых, нет никакой краски. А во-вторых, я боюсь испортить. Или она у меня будет без веснушек, или я нитью попробую вышить. Посмотрим, что получится. У Пеппи есть такие маленькие ушки. Такая вот голова. Очень яркая она у меня получилась. По мастер-классу у нее волосы более темного цвета. У меня же они прямо такие рыжие-рыжие. Далее. Я связала уже две ручки. Ой-ой-ой. Вот они, две ручки. Тут я уже что-то насгибала. По совету девочек, вот так вот обмотала клейким пластырем. Но, наверное, я зря это сделала. Надо было хотя бы вот досюда намотать. Но если что, размотаю потом, когда буду все это соединять. Посмотрим. Вот такие вот ручки у меня получились. То есть, кофточка у Пеппи будет вот такого нежного голубого цвета. Так вот ручки. И вот такие вот ножки. Посмотрите, какие смешанные ноги. И с коленками. Вообще классно. Здесь еще будут кроссовки вязаться. В общем, я вчера до ночи вязала, чтобы успеть связать обе ноги сразу. Вязала их параллельно, чтобы они у меня были одинаковыми. Потому что у меня часто бывает, что одна нога шире, другая толще. И приходится перевязывать. А в этот раз я и руки, и ноги вязала одновременно. Вот. Как написано в мастер-классе, все понятно. Мне все понравилось. Все просто. И очень интересно вот эта смена цвета. Такого яркого. Ну, вот тут вот я маленечко, конечно, помучилась. Потому что тут и смена цвета постоянно идет. Еще вот этот вот штырь торчит в этой ноге. Нитка путается. Ой. В общем, целое дело. В ботиночках у меня вставлен плотный картон. Причем картон я взяла от, вот знаете, такие подвесные календари есть. И на них главная страница, она такая плотная-плотная. Я вырезала две стельки. Склеила их сначала горячим клеем. Уплотнила. И потом уже вставила вот в ножку. И у меня получились очень плотные такие подошвы. Я так буду делать всегда. Вот такой вот процесс по пепи. Я надеюсь, что в следующем видео у меня удастся уже вам показать готовую игрушку. Мне очень хочется ее закончить. Посмотреть, какая она будет кладная. Очень у меня тут яркие цвета использованы. Такие просто суперяркие. Для меня это тоже новый опыт. Я редко вижу из таких ярких оттенков. В основном у меня все приглушенное, пепельное. А здесь вот такая вот безумие цвета у меня. Ну что, я готова познакомить вас с этой милой девочкой, хулиганкой Пеппи, как мне многие написали в комментариях. Много кто уже связал такую куколку. Это мастер-класс Светланы Максименко, группа ВКонтакте, Funny Hook. И посмотрите, какая крутая девчонка получилась по этому мастер-классу. Мастер-класс понятный, простой. Вопросов у меня никаких не возникло. В мастер-класс в ходе также вот такая вот обезьянка. И еще рогатка. Единственное, что я не сделала, это рогатку. А вот обезьянку с Пеппи я связала. С обезьянкой я, конечно, честно признаюсь, намучилась. Потому что она такая маленькая малышка. У нее такие тонкие ножки. Такие тонкие ручки. И такая пряжа довольно толстая. Ярнар джинс для такой игрушки. Поэтому она у меня все время получалась какая-то стрёмная, уродская. Какая-то не такая. Ну вот все-таки получилось, какая есть. Хвостик я связала по-своему. Не как в мастер-классе, но он тоже мне довольно-таки нравится. Глазки я приклеила вот такие вот бусины. Непонятно, видно или не видно. Такая вот мартышечка в итоге получилась. У куколки внутри каркас. Ручки, ножки. Все это поднимается, сгибается. Можно девочку Пеппи посадить. Я надеюсь... Вот я ее еще ни разу не сажала. Вот сейчас сажаю. Но я по рекомендациям девочек обмотала весь каркас пластырем. И это довольно плотно все стало. Туго. Я думаю, сколько ты руки, ноги не гни, вряд ли они когда-то сломаются. Ну, наверное, когда-то сломаются, если прям сильно издеваться над куколкой. Но, в принципе, все получилось довольно крепко. И я сначала полностью всю проволоку обмотала вот этим пластырем клейким. И когда уже начала пришивать голову, поняла, что у меня слишком много проволоки. И, честно признаться, я еле-еле ее отломала. Еле-еле ее вообще до нужной длины отрезала. Потому что она еще оказалась и в этом пластыре, в котором никак ничего не ломалось, не отрезалось. Он вообще не раскручивался. Помучилась я, конечно. Но итог мне очень понравился. Мне очень понравилась куколка. Очень понравилась Пеппи. Связана она в таких смелых цветах. В мастер-классе цвета подобраны немножечко побледнее. Там и цвет вот этой сарафанчика немножко посинее. Чуть-чуть другой побледнее. И цвет волос не такой яркий, оранжевый, немножко такой темный идет каштан. Но вот у меня были такие оттенки, у меня были такие цвета. И мне кажется, что работа получилась просто отличная, удачная. Вязала я эту Пеппи почти что неделю, наверное. Ну, дня четыре точно я ее вязала по вечерам. Ну, вот результат, конечно, меня радует. Классная куколка получилась. Здесь такая латка. Заплаточка. Ну, мартышка милая получилась. Смешная очень. Ботиночки. По мастер-классу вот эта вот имитация кроссовки красится специальной краской белой для ткани. Но я этого делать не стала. Мне кажется, что кроссовки и так здорово смотрятся. И, кстати, обратите внимание, я и сделала веснушки. Но не хотела сначала сделать веснушки. Боялась, что что-то испорчу. Но потом решила все-таки сделать веснушки. И сделала я их маркером. Нарисовала таким маркером. Ну, вот знаете, продаются маркеры для скейча. И вот взяла я такой коричневый маркер у ребенка. Он меня ими рисует. Но почему-то вот сами веснушки, они получились немножко красноватыми. Ну, вообще ей идет, потому что она сама по себе такая рыженькая девочка. Мне кажется, все подходит. Вот. Вот такая вот Пеппи. Какую буду дальше вязать куколку, я еще не могу сказать. Сама еще не знаю. Сейчас я буду делать мастер-класс по собачке. И там уже как пойдет дело. Или куколку. Но у меня уже зарождается желание связать куколку по своему мастер-классу. Все-таки ту куклу я напрочь испортила. Я попробовала на ней и веснушки. И попробовала на ней отрезать волосы. В общем, я поиздевалась над той куклой очень-очень сильно. Как-нибудь я вам ее покажу. Выкидывать я ее не буду. Она у меня будет экспериментальная. Но у меня появилась идея для моей куколки. Для своего мастер-класса. Посмотрим, получится ли воплотить у меня ее в жизнь. Как пойдет, так пойдет. Никаких себе планов, обязанностей ставить я не буду. Как получится. Если получится, отлично. Не получится, значит нет. И так же я покажу вам ее здесь, в руках. Чтобы вы понимали сам размер. Ну вот. Получается такой. Наверное, 25 сантиметров она получилась размером. Вот она такая. Как показать. Вот такая классная, милая куколка. Такие ботиночки. Но тут съехала немножко. Можно как-то зафиксировать, думаю, клеем. Вот. Такие веснушки. Я не сразу решилась на то, чтобы сделать для этой куколки веснушки. Я боялась, что я все испорчу в самом конце. На самом деле страшно. Потому что работа такая трудоемкая. Вязала я эту куколку, наверное, 4 дня. Там еще в мастер-классе есть рогатка. Но рогатку я не стала делать. Пока не хочу. Если у меня куколку эту будут покупать. Фокус теряется. Если эту куколку все-таки будут покупать. То я думаю, что рогатку я сделаю в комплект. В руках у куколки вот такая вот обезьянка. Смешная. Маленькая обезьянка. Но сколько трудов она у меня взяла. Я ее вязала, наверное, целый вечер. Вот эти вот тоненькие ручки. Тоненькие ножки. Я вывязывала. Морда у меня тоже никак не получалась. За счет того, что сама вот эта мартышка-обезьянка маленькая. Мордочка, а вяжется она из пряжи Ярнар Джинс. Из довольно такой толстой пряжи. Мордочка у нее получалась какая-то такая грубоватая. Вот. Но по итогу она мне очень нравится. Симпатичная получилась обезьянка. И сама куколка тоже симпатичная. На заказ я буду вязать такую куколку. Буду продавать за 3 тысячи. Дешевле я не буду. Даже, может быть, побольше. Потому что тут еще идет и кукла, и обезьянка. Сразу вам покажу и эту куколку вместе. Как они смотрятся. Вот так вот. Но вот эта получилась по большему размеру. И она мне на лицо больше нравится. У нее какое-то более миловидное личико получилось. Вот. Она какая-то симпатичнее. У этой личико круглая. Но они мне обе нравятся. Они обе классные. И я, смотрите, обеим привязала вот такие вот ленточки на косички. А обеим одинакового цвета. И все. У меня больше этой ленточки нет. Если я где-то увижу... Ай! Обезьяна упала. Я куплю еще. Вот такие куколки. Мне хочется снять с ними интересное видео. Какой-нибудь шоц или как рилс в виде мультика. Но пока у меня не хватает на это времени. Может быть, как-то на следующей неделе получится с куколками. Классные. Они обе сидят. Обе на... В проволочном каркасе. Ссылки на авторов я оставлю в описании. Это куколка иностранный автор. Напишу ссылочку. А это куколка автора Светланы Максименко. Фанни Хук. Вконтакте. У нее группа. Вот. В общем, классные куклы. Мне они очень понравились. А теперь я приглашаю вас посмотреть видео о том, какой шнур Джотова я купила. И в этом видео я вам детально покажу. Подробно, вернее, расскажу о том, какой шнур для корзинок покупать нужно. Какой не стоит. Надеюсь, что вам это будет полезно. Кто хочет шить из Джута корзиночки, как я шью. Надеюсь, вам это видео принесет пользу. Понравится. И сейчас я хочу вам показать, какой я купила хлопковый шнур. Сейчас я его открою. Вот это вот уже открытый у меня. Вот такой вот просто молочный. Он у меня уже такой был. Я уже из такого шнура шила. Обычно я таким шнуром обвязываю верхушки своих корзинок. Вот как здесь. Вот он. Это точно такой же. Идентичный, только у другого продавца я покупала на Валдерис. А так он такой же. Внутри сердечник 4 миллиметра шнур. Вот такой вот нежно-персиковый я купила. И скорее всего я буду... Ну, конечно, можно сделать обвязку, но нет. Скорее всего я из него просто сошью корзинку. И возможно сверху сделаю обвязку вот таким вот белым шнуром. И думаю, будет очень нежно смотреться. И мило. Ну, на 8 марта в подарок кому-то пойдет. Здесь шнура 30 метров. Взяла я на пробу посмотреть вообще какой цвет. Потому что зачастую, как вы знаете по фотографиям, бывает не очень понятно. И вот еще такой коричневый. Конечно, я думала он будет немного посветлее. Но нет, он оказался такой темноватый. И тогда смысла нет его заказывать легче из джута. Потому что джут выходит дешевле, чем шнур, почти в два раза. Джут выходит дешевле, чем шнур, почти в два раза. И также это 30 метров шнура. И тоже я его буду сочетать вот такая. Вот у меня будет корзинка кофейного цвета. Буду пробовать, буду смотреть. И сейчас я вам покажу, какой мне пришел джут. Я снова заказала у того же самого продавца, у которого заказывала в прошлом месяце. И от которого мне пришло полное Г. И я также заказала у него еще раз. И заказала на пункт выдачи. И на пункте выдачи уже посмотрела его. И решила взять. Потому что качество у него хорошее. Я вижу. Сейчас я вам открою и покажу. В сравнении с тем джутом, который мне пришел на прошлой неделе. У меня остался. Я специально оставила немного, чтобы вам показать. Я сразу все убираю, потому что я сейчас буду сшить из него. Ну, что хочу сказать. Так, сейчас найду начало. Это все равно. Это, конечно, лучше, чем было. Но все равно это не самый лучший вариант. Потому что посмотрите, сколько у него ворсинок. До этого мне приходил джут. Там вообще практически ворсинок никаких не было. Но на этом все-таки вот ворсинки, они присутствуют. Но все же он очень плотно скручен. Видите, как близко проходит скрутка друг к дружке. Она очень плотная. И его, когда трогаешь, он прям такой плотненький. И, соответственно, корзинка из него получится тоже плотной. И хорошо будет держать форму. А вот, посмотрите, джут. А, этот джут, как я, 4 миллиметра диаметра. А вот, посмотрите, джут, который мне пришел в прошлом месяце. Вот. И тоже заявлено, что это 4 миллиметра диаметр. Но посмотрите, какая у них разница. Эта нить тонкая, ровная, плотно скрученная, прямая. И эта вся какая-то кочками, закорючками. Вот тут вот на конечке она сразу же распускается мгновенно. Вон. От врат. Соответственно, и корзинки вот из этого шнура получаются... Получаются... Вообще не получаются. Просто грубые и отвратительные. Да, он на протяжении всей своей длины 100 метров вот был примерно такой. Были некоторые отрезки более-менее какие-то ровные, хотя бы без вот таких вот явных кочек. Но... И вы видели в прошлом видео, какие у меня корзины из него получились. У меня сегодня день корзин, скажем так. Я сегодня буду шить из джута целый день. И, скорее всего, я, наверное, уже на следующей неделе покажу... А может быть, на этой. Посмотрим, как у меня успею по времени. Успею я заснять или нет. Я покажу вам, какие у меня корзины в итоге получатся из этого джута. Но вот здесь тоже есть небольшие вкрапления. Но это несущественно. Их можно легко убрать. И ничего страшного не будет. Но корзинка, я думаю, получится ровной. Корзинки и плейсматы. Также у меня был вот такой вот шнур. Это уже другого производителя. Он вроде бы как ровненький. Ровненький. Но все равно он не так плотно скручен, как вот этот. Вот, посмотрите. Не так плотно скручен. И он как будто тоньше. Я сшила из него на заказ плейсматы. И они получились неплохие. Скажу я вам, после того, как я его от... Как это сказать? После ВТО я его утюгом отпарила. И он лег очень ровненько. И стал очень эластичным. Вот из этого шнура плейсматы получатся более твердые. А этот на плейсматы он пошел. Но корзинки из него отвратительные получились. Все жиблые, дряблые. В общем, ужасные. Тоже плохой шнур. А вот, кстати, у меня есть шнур, который мне больше всего понравился. Вот он. Но я смотрю, он примерно такой же ворсистый. Просто я забыла. Но он тоньше. Тоже вижу, что тоньше нить. Это вот немножко потолще, поплотнее. Значит, этот самый лучший вариант получается. Значит, из него получатся самые лучшие корзинки, я надеюсь. У меня вот остаются кусочки. Я их не выкидываю. Небольшие тут, может быть, по метру кусочки. Я их не выкидываю. Я их сохраняю. Вдруг мне нужно будет что-то упаковывать. Я их смогу использовать. Вот, ничего не выкидываю. Ну что, я надеюсь, вам все было понятно. Вы поняли разницу между хорошим шнуром и плохим шнуром джутовым. И еще раз рекомендую всем, не глядя, джут не покупать. Вот так вот в интернет-магазине, чтобы вам присылали домой. Потому что вы можете просто попасть, потерять свои деньги. И нормальных изделий из него не сделать. Рекомендую заказывать на Озоне или Валберес, на пункт выдачи, чтобы вы смогли прийти и своими глазами посмотреть, каков он. Посмотреть на его плотность, посмотреть ровно или нить. И посмотреть, как много там всяких примесей и грязи. И уже тогда забирать. Не глядя, такие вещи даже у проверенных продавцов лучше не брать. Вот у меня был такой случай, что вроде проверенный продавец. Часто у него брала, но пришло просто ужасного качества в прошлый раз. В этот раз нормально. Партия, видимо, была какая-то плохая. Не знаю, в чем причина. И на цену это никак не повлияло. То есть вот этот я купила за 800 рублей, моток у него же. А тот, который плохой на прошлой неделе, я купила за 840. Еще даже дороже получилось. Хочу показать вам, какие я нашила все-таки корзинки. Я целый выходной, наверное, выделила. Даже два выходных выделила на это время. И нашила корзины из джута и из хлопкового шнура. Но у меня еще остался розовый хлопковый шнур, который я показывала в видео, что я купила. Из него я еще не успела корзинку нашить. Думаю, что это будет на следующей неделе. Но мне хочется посмотреть, как вот этот бледно-розовый цвет будет тоже сочетаться с молочным шнуром хлопковым. И вообще корзины из хлопковой пряжи получаются классные. Мне они понравились наравне с джутом. Единственное, конечно, что джут, он дешевле материал, чем вот этот хлопковый шнур. Хлопковый шнур все-таки подороже выходит. И, соответственно, корзина приходится продавать дороже. А джут в этом плане дешевле. Но он тоже не уступает по своему качеству и красоте. Корзина тоже получается классная. И у меня теперь идея еще нашить из этого джутового шнура кашпо для цветов. Вообще отличный вариант для дома. И не только для офиса. Кашпо для цветов будет смотреться везде. Классно, гармонично. К любому интерьеру подойдет. Потому что вот я как тоже иду в магазин, наступает весна. Я думаю, что нужно пересаживать цветы. Начинаю искать эти горшки. И вот эти керамические, они дорогие горшки. А пластиковые не очень красивые. А хочется, чтобы все были одинаковые. Иногда в магазине именно таких горшков нет. А если вот сделать это кашпо из джута нашить, везде будет одинаково, красиво, как-то так экологично будет смотреться хорошо. Вот мне хочется теперь на цветы перейти. Показываю вам вот такие корзинки, которые я сшила. Они такого бежевого цвета. Но этот бежевый цвет, он немножко, мне кажется, вживую отдает в розовоту. Чуть-чуть при сочетании вот с этой белой ниткой. Но корзинки получились, честно, классные. Одна чуть-чуть побольше. Это вот это вот. Диаметр я напишу ниже под видео. А вот это вот чуть-чуть поменьше. Корзинка получилась. И вот. Они очень хорошо держат форму. Плотненькие такие. Кругленькие, тугие. В общем, класс. Мне очень понравилось шить из этого шнура хлопкового. Зигзагом на швейной машинке. И вот такие корзинки. Вот такой вот вариант корзинки. Это серый цвет. Но он почему-то больше отдает в синиту. Ну а так по... На шнуре было, в общем, написано, что это серый цвет. Такая корзина. А это такая маленькая корзинка. Ее можно использовать под печенье или в качестве конфетницы. Такие вот подставочки под горячие я тоже нашила. Это вот совсем маленькие под кружку. А вот это вот побольше. Это под кастрюльку, под тарелку какую-то горячую. Вот такие вот получились. Очень красиво они смотрятся на кухне. И очень практичны в использовании. Вот такой вот вариант. Подставок под горячие в виде кошечек. В чем плюс? Очень удобно повесить на крючок вот такую вот подставочку. И она не будет мешаться. Также большая и маленькие. И еще у меня есть готовая работа одна. Это помните? Я вам показывала на прошлой неделе вот такую вот собачку. Я связала. Я написала мастер-класс. Еще не успела оформить его в PDF. Но думаю, что на этих выходных я этим займусь. Как раз буду оформлять мастер-класс вот по такой миленькой собачке. Как она мне нравится. Это просто, я не знаю, сложилось все вместе. Это сочетание цветов. Это вот этот вот комбинезончик, который на ней надет. Это вот эта вот пуговка, которую я пришила ей в качестве украшения. Это классно. Вот у меня еще остались тут вот ушки держатся. Два дня она пролежала вот с такими булавочками в ушках. Я сейчас вытащила, и ушки прекрасно держат свою форму. Сделала ей бантик. Бантик не снимается, а комбинезончик на пуговке снимается. Здесь дырочка для попы, для хвостика. И вот тут вот немножко подвернутые на ножках. Я специально их сделала, удлинила. Мне кажется, что это классно смотрится. Вот такая вот собачка. Ой, как она мне нравится. Я прям люблю на нее смотрю, любуюсь. Сейчас буду тоже вам на столе ее показывать. Посмотрите, какая классная. Ну вот, показываю еще раз этих собачек миленьких. Вот жалко, уже пришла с работы, а уже на улице как-то темно. И не так ярко получается вот это вот видео. А собачка такая яркая, такая здоровская девчонка получилась. Прям у меня, я не знаю, когда ее связала с этим беленьким ушком, с беленькой лапкой. Мне почему-то сразу подумалось, что это девочка-собачка, и ей обязательно нужен бантик. Вообще бантик можно сделать не вот так, как я сделала, что он не снимается, а можно на тоненькую резиночку его пришить и на ушко одевать и снимать при необходимости. Вот так вот. Сейчас я сниму комбинезончик, чтобы показать вам, какая собачка без него. Вот так он просто снимается. Вот такой. Мне очень нравится, как выглядит одежда, вязанная спицами. И хоть я сама, честно признаться, очень не люблю вязать спицами, для меня это довольно сложно всегда. Я очень мало ими вяжу, вяжу только вот одежду для игрушек. Но мне так нравится, что как вот эта одежда для игрушек смотрится в этом варианте, вязание спицами, что я, конечно, жертвую своими ощущениями. И вот все-таки вяжу спицами, а не крючком. Хотя думаю, что крючком надо бы тоже связать, потому что многие вообще спицы никак не воспринимают, и вот только крючком вяжут. Ну вот такая собачка получилась, хорошенькая. Вот так она сидит. Сзади хвостик такой смешной. Вот. Вяжутся просто, быстро довольно-таки. И комбинезончик, конечно, комбинезон вязать дольше, чем кофточку. Кофточку быстро по сравнению, чем комбинезон. Примерно, наверное, так же, но даже подольше, чем платье вязать. Ну, примерно одинаково, как и платье. Вот. Ну, смотрится классно в комбинезоне. И поэтому можно, например, для своей дочки или для сыночка, если они играют такими игрушками, навязать отдельно кофточку, связать отдельно комбинезончик, отдельно платье, и уже у игрушки будет три наряда на выбор. Вот. А этот мальчик, у этого вид мальчика, мальчишеский вид, поэтому вот он у меня. Мальчик, а это девочка. Вот такие получились классные собачки. Я очень рада и довольна своим результатом то, что получилось. Вот так. Мастер-класс я сделаю и загружу его на Бусти в тот пост, где мастер-класс по кошечке и мастер-класс по енотику. Туда я загружу мастер-класс по собачке и PDF-мастер-класс по вязанию вот этого комбинезончика. Но я хочу на следующей неделе попробовать все-таки отснять видео мастер-класс по этому комбинезончику, потому что мне сложно теряется этот... Потому что мне сложно объяснить, как его вязать, вот как тут эти ножки, кто мучится. Я боюсь, что будет непонятно в PDF-формате, и поэтому хочу сделать в видео такой формат, чтобы все было понятно, никаких вопросов в процессе вязания не возникало. И тоже загружу его в этот пост. Он позволяет это сделать. И для тех, кто уже покупал мастер-класс по котенку, по енотику, этот мастер-класс достанется бесплатно. А для тех, кто желает приобрести по собачке, тот в подарок получит и мастер-класс по енотику, и по котенку. Единственное, я немного увеличу цену на этот пост. Сделаю его, наверное, или 250 рублей, может быть, 200. Не знаю, я еще подумаю. В зависимости от того, насколько мне трудоемко дастся видео мастер-класс вот по этому комбинезончику. Но это все равно не такая большая цена, согласитесь, за три игрушки. К тому же, там не только три игрушки, но и три одежки для игрушек будет для вас. Можно там оттуда все скачать. Кто не покупает на Boosty, кто не пользуется этим сайтом, то пишите мне ВКонтакте. Мастер-класс по собачке отдельно будет стоить 140 рублей, так же, как и по енотику, и по котенку. Это все отдельно. Кто пользуется Boosty, тому больше привилегий. И мне удобнее, и вам удобнее. И если вы покупаете на Boosty, то вы не стесняйтесь. Если у вас какие-то возникают вопросы в процессе вязания, вы пишите мне ВКонтакте. Я всем отвечаю, всем помогаю. У кого не получается что-то связать и никак не получается помочь путем письменным, я тогда с ним могу снять видео и показать, как я что делаю, что вяжу. Для меня это несложно. Для меня важно, чтобы у вас получилось то, что... Та игрушка, которую вы у меня купили. Для меня это очень важно, чтобы это у вас получилось. Вот. Ну, на этом все. Спасибо вам, друзья, что вы досмотрели это видео до конца. Спасибо вам за вашу поддержку, за ваши добрые слова, которые вы мне пишете. Мне безумно это приятно. И я, наверное, только ради вот этой вот моральной поддержки продолжаю выкладывать видео, делиться с вами своим творчеством, своими какими-то эмоциями. Вот. Спасибо вам большое. удачи вам, счастья, добра, всего-всего-всего самого доброго. До встречи на моем канале. Кто не подписывался, подписывайтесь. Всем буду рада. Спасибо за лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok